Стрельба с пневматической винтовки, метание гранат, бег, подтягивание и снаряжение магазина автомата Калашникова. Так, в процессе выполнения пяти заданий старшеклассники Белгорода Днестровского демонстрировали свои умения. С целью привить юношам патриотизм и обучить навыкам допризывной подготовки, организовали и провели спартакиаду «Патриот». Команды принимала школа номер 11. Перед началом напутственные слова. «Це не просто гра, це можливість і практика проявити свої знання, здобуті впродовж двох років під час курсу «Захист вітчизна» на практиці. Показати, наскільки ви сьогодні готові завтра стати захисниками вітчизни». «Ви молоде покоління, яке буде розбудовувати цю країну, як ви її розбудуєте, в такій країні будете жити. Важаю вам успіхи! В Україні слава!» В этом году в «Патриоте» участвовало 9 команд. В составе только юноши, ученики 10-11 классов. Руководили и следили за выполнением всех правил состязаний учителя курса защиты Отечества и физкультуры. «Игра нужная», – говорит один из преподавателей. «Во многом актуально, в первую очередь, потому что вы знаете, что у нас в стране сегодня, какая обстановка. И, естественно, вопросы патриотизма, вопросы защиты нашей Родины являются основными. Именно наша молодежь должна знать, помнить все эти традиции. Естественно, сегодня должны показать результаты, насколько они не только морально готовы, а насколько они готовы физически». Спартакеаду «Патриот» на местном уровне проводили в два этапа. Первый – школьный, второй – общегородской, при участии сборных команд общеобразовательных учреждений. Так юноши готовятся к службе в армии, рассказывают в городском отделе образования. «Для нас очень важно, чтобы выхование наших будущих защитников происходило на боевых традициях украинского народа и в силах Украины». Кубок и диплом первой степени за лучшие результаты достались сборной команде школы номер 11. За второе место призами наградили ребят из первой школы, а третье место присудили старшеклассникам из четвертой школы. «Я уже принимаю четвертый раз участие в подобных играх. Три раза в игре «Зорница», и вот сегодня четвертый – игра «Патриот». «Развивает настоящих мужчин, я считаю, которые способны защитить родину». По условиям Спартакеады «Патриот» предусматривается областной и всеукраинский этапы. Отстаивать честь города в область поедет команда-победитель из 11-й школы. Пригодятся полученные знания и умения и всем остальным юношам. В соответствии с указом президента, с этого года возобновлен призыв молодежи на службу вооруженной силы Украины. Вы знаете, что срок службы увеличен до полутора лет. Я как военнослужащий офицер с большим стажем работы должен сказать, что большое значение имеет первоначальная подготовка юношей к службе вооруженных силах. То есть, когда приходят войска, парень, который уже имеет какие-то определенные навыки. В стрельбе стрелкового оружия, в разборке автомата, в физическую определенную подготовку. Поэтому то, что сейчас получают наши юноши в ходе занятий по предмету захист витчизны, имеет большое значение и значительно облегчит работу офицеров, которые будут их воспитывать и учить в войсках». Ангелина Савенкова, Анатолий Лукинчук, Бессарабия ТВ.